Как коммунальный долг вырос почти в пять раз, Наталья Чухарева не понимает до сих пор. Она согласна признать 26 тысяч рублей, но не 122. Дом женщины когда-то обслуживала компания «Партнер», которая несколько лет назад обанкротилась. А теперь многие жильцы получают такие письма несчастья. Письмо, которое прислал нам Кузьмин МК, который выставляет нам претензию о том, что у нас является задолженность 122 тысячи по неоплате партнеру, управляющей компанией «Партнер» за 2014 год, с 1 февраля 2014 по 1 число августа 2015 года. Из газеты Наталья узнала, что предприниматель из Екатеринбурга скупил долги обанкротившейся компании «Партнер». Сам Максим Кузьминых говорит, общая сумма задолженности 25 миллионов рублей. И оплачивать свою долю никто не спешит. Я не знаю, почему они говорят, что у них нет долгов, если вот мне передана сальдовая ведомость от единого расчетного центра и указано, что сумма долга есть. Но как люди могут не знать? Многие очень поднялись в питанции, посмотрели, увидели, что есть долги и оплачивают их. Естественно, всегда есть те, кто не хочет ни платить ни копейки, ни за что, никому и никогда. Также Максим Кузьминых приобрел долги и управляющей компанией «ЖЭК» на сумму порядка 67 миллионов рублей. Люди, которые оказались в списке должников, живут в этом же микрорайоне. Жильцы этого дома вздыхают. Так приходится расхлебывать последствия коммунальной неразберихи. В свое время квитанции присылали сразу четыре управляющих компании. Дело с долгами «ЖЭКа» уже дошло до суда. По словам одной из жительниц, у нее задолженности перед коммунальщиками не было. Но она все равно проиграла дело. Я не доказала, как суд посчитал нужным. Я не предоставила весомых доказательств того, что я платила. У меня просто нет квитанции. На все остальные моменты суд посчитал, видимо, нужным как-то, не знаю, не обещать внимания. Например, по поводу того, что у администрации нет четких данных о том, что именно эта управляющая компания была в этот период. В итоге Анастасия оспаривает решение Первоуральского суда в Свердловском областном. А ее соседи по микрорайону не понимают, что делать. Кто-то все-таки платит долги, а кто-то выбрасывает досудебные претензии. Сейчас жильцы этого дома на улице Химиков собираются обратиться в прокуратуру.